Добрый день, уважаемые коллеги, это обзорников компании Тик Милоса, и я Артур Идиатурин. А в конце лета и в начале сентября 2019 года наблюдался резкий рост числа позитивных новостей с экономического фронта США, что, например, отражено в индексе экономических сюрпризов, рассчитываемого в сети. Здесь можно видеть, как, начиная примерно с середины третьего квартала и распространяясь на конец третьего квартала, количество позитивных, число позитивных сюрпризов в экономических данных США резко увеличилось. С практической точки зрения этот индекс интересен тем, что у него прослеживается существенная связь со спросом на рисковые активы, вот, что получается, если совместить доходность 10-летних облигаций казначейства США и данный индекс. Видно, что доходность вместе с индексом реагирует в одном направлении, что говорит о том, что спрос на защитные активы падает вместе с улучшением экономического фона в США. По любопытному стечению обстоятельств, золото сейчас также переживает период прохладного отношения со стороны инвесторов. В понедельник оно похитило зону обычного старта в 1500 за тройскую лунцу. Именно макроэкономический фон США мог выступить на передний план среди факторов, влияющих на цену активов. Ускорение индекса потребительских расходов, базового индекса потребительских расходов до 1,8% в годовом выражении и эффективно сдерживает развитие последующих предупредительных снижений старта в СФРС, то есть, другим словом, снижения реальной доходности, а это у нас есть альтернативные издержки владения золотом, держания золота. Следствием такой гипотезы является то, что с затуханием экономического импульса должен установиться спрос на защитные активы. Установить длительность и амплитуду импульса, естественно, невозможно, однако можно зайти с другой стороны и попытаться выделить, установить наличие сезонных факторов, которые как раз-таки выравнивают макроэкономический фон. И одним из таких факторов может являться известный эффект пропублика в исполнении бюджета федеральных агентств США. Чтобы избежать урезания бюджета в следующем фискальном году, федеральным агентствам необходимо показать, что денег обечно не хватает, то есть расходовать бюджет полностью. Ускорение расходов обычно происходит к концу фискального года, то есть в сентябре, когда необходимо в срочном порядке избавиться от незапланированных остатков. Среди таких ли выгодных фактов исполнения бюджета в США в прошлом фискальном году можно выделить следующий. Например, в последнюю фискальную неделю федеральные агентства заключили около 10% всех контрактов за прошлый фискальный год, с 2015 по 2017 год, расходы в последнем месяце фискального года, то есть в сентябре, в среднем увеличились на 39%. В 2018 году агентства потратили 97 миллиарда долларов в сентябре, а за последнюю неделю, что видно на графике, представленном на экране, они потратили 53 миллиарда долларов, то есть произошло резкое ускорение расходов именно в последнюю неделю, и это значение превысило объем расходов за предыдущий месяц, то есть за весь август, что составило 47 миллиардов долларов. И, естественно, интересно, учитывают ли эту аберрацию, это отклонение от нормы органы статистики США при расчете показателей, и, конечно же, мы будем ждать затухания импульса в расходах, и затем появление признаков затухания импульса также на экономическом фронте США. На всеми осетки, спасибо за ваше внимание, увидите сами в среду.